Привет, друзья! Вы на канале Кухня Без Фанатизма. И сегодня я приготовлю очень быстрый завтрак, который подойдёт не только на завтрак, но и на обед. Начинаю готовить. Я беру один пласт лаваша, вес у него 130 грамм, и нарежу соломкой. Ну, сейчас кто-то вот скажет, что опять лаваш. Мы как будто худеем, а лаваш, как сказать, высококалорийный. Друзья мои, на самом деле всё нормально. В итоге по калориям получается нормально. Не нужно слишком сильно занижать калорийность блюд. Иначе той пищевой ценности, суточный рацион, который вы получите, его не хватит даже для работы внутренних органов. И вместо того, чтобы худеть, вес будет стоять на месте или даже прибавлять, потому что наш организм будет всё откладывать в запас. Поэтому не нужно стремиться там готовить супы, которые ниже, например, 20 калорий. Наша цель не найти самые низкокалорийные блюда. Наша цель питаться нормально, чтобы организм получал всё для нормальной работы, для работы нормальных внутренних органов. И в то же время охудел. То есть не надо никакой самоотверженности есть там, не надо есть на 500 калорий в день. Вы так никогда не похудеете. Поэтому не нужно бояться ни лаваша, ни ещё каких-то вещей там изредка употреблять. Я не говорю, что надо каждый день это есть, да? Но иногда это всё можно. То есть не нужно слишком сильно занижать калорийность. От этого пользы не будет. 500 калорийным в день похудет, наверное, можно, но вред будет. Нет, дело в том, что будет вред само собой. Но у каждого человека есть определённый суточный рацион, ниже которого нельзя. Потому что внутренние органы, печень, сердце, лёгкие и всё остальное, оно же работает. А чтобы оно работало, нужна энергия. А если мы, допустим, на 500 калорий в день съели, какая энергия, откуда её брать? Поэтому организм начинает запасать даже те 500 калорий, он из них сделает себе нормальный запас, как говорится. К себе в нору тащит. Да, как к себе в нору. Поэтому не надо. Вот внутренние органы тоже должны нормально работать. Это надо всё высчитывать. Формула есть в интернете. И об этом не стоит забывать. Разгрузочные дни можно иногда устраивать, но не чаще, одного раза в неделю. А вот так вот кардинально, прям по 500 калорий в день, например, и меньше. Вот этого не стоит делать. Не похудеете вот так. Ну, можете похудеть, но вред будет. Или, может, не похудеть? Может, не похудеть, вес застопорится. Да-то чё? Будет стоять. Может, когда-то он и начнёт падать. Но вес будет стоять. Опять начнутся проблемы с метаболизмом. И, ну, это долгая история. Друзья, вот такой вот лавашик у меня получился. Классный. У тебя получилась лапша домашняя. Угу. В сковороду наливаю одну столовую ложку растительного или, можно, сливочного масла. Неглубокую. 12 грамм. И смазываю всю сковороду. Теперь беру 4 яйца. И вот так вот размешиваю в однородную массу. И добавляю 100 миллилитров молока жирностью 3,2%. Всё размешиваю. Подсаливаю по вкусу. Яичная масса готова. Она вот такая слегка пенистая. Чуть-чуть. И в разогретую сковороду, наполовину разогретую, добавляю нарезанный лаваш. Заливаю яично-молочной смесью. Ну и слегка вот так вот распределяю. И сверху добавляю какие-нибудь овощи. Например, у меня вот замороженный болгарский перец. 100 грамм. Накрываю крышкой и готовлю на небольшом огне. И один помидорчик весом 100 грамм нарежу мелким кубиком. И выкладываю помидорчики сверху. И дальше 50 грамм сыра натру на крупной тёрке. У меня домашний. Но можно взять любой. Нужно только смотреть на калорийность. И отправляем сыр в сковороду. Теперь зелень. У меня укроп и петрушку нарежу мелко. Зелень можно брать любую на свой вкус. Кому что нравится. Кинза, базилик. Всё, что угодно. И сверху посыпаем зеленью. Накрываем крышкой. И готовим до готовности. Сыр должен немножечко расплавиться. Готовлю на небольшом огне всё это время. Друзья, всё готово. Сыр расплавился. Выключаем сковороду. Немножечко вот так вот для строковки проверим краешки. Всё отделяется. Ничего не пристаёт. И выкладываю на доску. Пицца получилась. Ну, типа пицца. Очень похоже. Такая ленивая, ленивая. Так, и сейчас я её разрежу. Прямо как пицца режешь. Ну, да, типа того. Друзья, ну, вот такая вот красота получилась. Абсолютно потрясающе. Сырок тянется. И смотрите, какая внизу шикарная курочка. Да, действительно. Потрясающе, обалденно. В общем, получилась вкуснятина. Одним словом, новая пицца от Марина. Ага. И, значит, какая же калорийность, пищевая ценность у моего завтрака. Пищевая ценность моего блюда на 100 грамм, друзья, 133 калории. Ну, красота буквально. Такая вкусняшка, такой маркер. Да, очень вкусно, очень быстро. Вообще, всем нравится абсолютно. Ну, вот такое вот блюдо. Вот такая вот ложная пицца. Если понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения. Успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok